Ну заходите, ну заходите, заходите, смелее, смелее, заходите, 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 смелее, давайте, заходите. Стесняется он. Раньше надо было стесняться. Присаживайтесь. Ребят, что там, камеры работают? Да? Ну давайте. Ну? Рассказывайте. Я? Что? Рассказывать? Как-то что? Рассказывайте. Как вы, отец двоих детей, заслуженный работник отрасли, оказались в публичном доме? Я? Оказался в публичном доме? Подождите, а вы что же думали? Что это был шахматный клуб? Я же думал, что это шахматный клуб. Это не розыгрыш. Послушайте, вас застали в номере, в одних трусах, с полуголой девицей на руках, с бокалом вина в руке. Это розыгрыш. Я? Да, в одних трусах. Мистика. Листика, значит. Ну хорошо. Хорошо, давайте попытаемся как-то поподробнее восстановить события. Я? Нет, ну вот подождите. Вот вы с виду нормальный человек? Да, с виду мы все нормальные. Хорошо, хорошо. Поехали. Значит, вышли вы на улицу, идете, как вы говорите, в шахматный клуб. Да, иду. Вдруг. Помогите, помогите. Кто-то зовет на помощь. Так в том-то и дело. Женщина, кто-то взывает на помощь. Ну, женщина в окне делает пальчиком вот так. Манит себе. Так в том-то и дело. Я же говорю, взывай это помощь. Я думаю, ну как это я? Отец двоих детей. Заслуженный работник отрасли. Пройду мимо женщины. Да кто я после этого? Да как я буду смотреть в глаза своим детям и коллегам по отрасли? Так, давайте мы патетику оставим на потом. Да, конечно. Давайте продолжаем. Я так понимаю, что вы подошли, спросили, что случилось. Да, да, да. Подхожу, спрашиваю. Девушка, что случилось? Как вам пройти? Так, она что? Она ничего. Совсем ничего? Совсем. Только улыбается. И что еще? И пальчиком вот так. Ну тут-то вы поняли? Да, ну тут уж конечно. И что же вы поняли? Что она глухонемая. Показываю пальцами, мол, что опаздываю в шахматный клуб. А она мне показывает, что шахматный клуб, который вы ищете, находится здесь. Поднимайтесь, сыграю партию с другой, не пожалеете. Так, хорошо, дальше, дальше. Поднимаюсь, значит, захожу. Так, что там? Ничего. Совсем ничего? Совсем ничего. Одна кровать стоит. Я еще думаю, где же это мы с ней будем играть в шахматы? Так, дальше, дальше. Дальше вдруг она говорит. Это кто к нам пришел такой пузатенький? Я говорю, к вам, гражданочка, между прочим, пришел не просто нам пузатенький, а отец двоих детей, заслуженный работник отрасли. Скажите мне, пожалуйста, а вас не насторожило, что глухонемая заговорила? Глухонемая? Насторожила? Еще как насторожила. Думаю, ничего себе, глухая, глухая, а так и сего, довольно всего. Говорит, ой-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Это кто-то пришел в такой публике? Странно. Пока дальше еще страннее. Она вдруг говорит, деньги вперед. Ну вот, что вот. Ну деньги вперед? Да. Ну за что деньги? Так вот и я удивился, за что деньги? Вот точно как вы спрашиваете, за что деньги? Точно как... А вы что, уже там бывали? Я не бывал. Напрасно. Так, спросили, за что деньги? А на что? А на годах ты старый козел. Ни с того ни с сего. Ни с того ни с сего. Вот так сказала? Вот так вот сказала. Человеческим голосом. Вот так фамильярно? Вот так фамильярно. Старый козел? Старый козел. Подождите, она что же, знает вас что ли? Да откуда? Я ее первый раз там вижу. Что? Да-да. Что значит первый раз там? Что значит первый раз там? Я говорю, я там первый раз. Никогда ее там раньше не видел. И сразу такая фамильярно. Это же я не знаю, что еще раз. Так, стоп, 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 стоп. Не знаю. Так, сказала старый козел и все. Да, сказала старый козел и все. И начала раздеваться. Ну вот, тут-то вы поняли? Конечно, понял. Ну, поняли наконец-то. Конечно, тупой не поймет. И тупой поймет, да? И что же вы поняли? Что Грассмейстер один когда-то тоже так делал. Чтоб соперник проиграл. Значит, снимет пиджак, оденет, снимет, наденет. Соперник смотрел, смотрел, и той пешкой пошел и проиграл матч. Думаю, эй, я просто так не дамся. И сделал ответный ход. Какой? Снял Брук... Снял Брукки. И у вас сразу, мгновенно, никаких подозрений не возникло. Хорошо, дальше. Дальше, дальше. Ага, дальше. Она что-то с тебе, тебя что-то с нему. Она с тебе, тебя что-то с нему. Но тут я ее перехитрил. У меня еще трусы, а ей уже нечем играть. Ах! 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 Ну тут-то уж. Ах! Мгновенно. Дошло до вас? Дошло. Слава богу. Дошла до меня и сяла на колени. Смотрю, а в руке у нее, значит, бутылка вина и два бокала в другой руке. Ну вот. Что вы? Ну, бутылка вина. Да. Ну, и два бокала. Да. Значит, сразу мысль, я в публичном доме. Вы! Да не вы, а вы. Да с чего вы взяли? Подождите, подождите, подождите. У вас на коленях раздетая девица с бутылкой вина. Вас ничего не насторожило? Насторожило что? Я думаю, у меня на руках голая девица с бутылкой вина. Сейчас будем играть в шахматы. А вино это же допинг. Мало нам неприятностей в легкой атлетике и в биатлоне. Хотел выплеснуть это вино, но тут случилось страшное. Что же случилось? Жуть редко. Дверь распахнулась, влетели полицейские в масках, понятые какие-то вот люди с телевизионными камерами. Ну тут-то вы поняли, наконец, где вы? Тут уж, конечно, понял. И хочу сделать заявление. Ну, давайте, давайте, только в камеру, пожалуйста. Я, отец двоих детей, заслуженный работник отрасли, большой любитель поиграть в шахматы. Вы кого там подмигиваете? Таким же большим любителем поиграть в шахматы. Ну-ну. В шахматы играют все. В шахматы это древняя игра. В нее играют на суше и на море, на земле, в машинах, в тракторах, а также в вертолетах. Спрашивается, почему нельзя играть в шахматы в публичном доме? Вы шумеете вообще? Это ведь дискриминация. Ну-ка прекратите немедленность. Даешь любимую игру миллионов! Выключай камеру! Требую адвоката! Я тебе сейчас организую адвокат. Я люблю всех!